Добрый день, говорит радио Свобода, показывает телеканал Настоящее Время. В эфире программа Археология. Будущее. Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило в Москве на ВДНХ, где в 21 павильоне открылась выставка «Миры тела» неизвестного немецкого патологоанатома Гюнтера фон Хагенса, который препарирует человеческие тела и представляет их в виде художественных или познавательных экспонатов. Выставка объехала уже множество стран мира, она далеко не новая, ей уже не один десяток лет, есть постоянные экспозиции в разных городах и странах мира, но в таком объеме в Москве она впервые и уже вызвала протесты и православной общественности, и профессиональных борцов за нравственность, и грядет проверка Следственного комитета. Что означает эта выставка, как нам к ней относиться и насколько опасны эти все проверки для внедрения тотальной цензуры? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. В Москву приехала выставка пластинированных тел Body Worlds. Она открылась 12 марта в павильоне номер 21 на ВДНХ и ожидается, что работать она будет до начала следующего года. Автор выставки немецкий анатом Гюнтер фон Хагенс, который и изобрел способ бальзамирования и консервации умерших с помощью полимера, когда вся жидкость в организме заменяется твердеющим пластиком. Метод Хагенса дает возможность увидеть тела без каких-либо условностей, показывает, что происходит внутри нас в той или иной ситуации и из чего мы состоим. Например, можно посмотреть, как меняется тело с возрастом. Хагенс утверждает, что люди сами жертвуют ему тела во имя искусства и науки, подписывая при жизни договор. С 1980 года более 19 тысяч человек передали свои тела для пластинации. Уже в первые дни работы выставки у входа ажиотаж и огромные очереди. По всему миру выставку посетили около 50 миллионов человек в 34 странах и 140 городах. Экспозиция вызывает интерес не только у медиков, но и у обычных людей разных возрастов и профессий. На выставку неоднократно совершались нападки. Партия коммунистов России обратилась в мэрию и Министерство культуры с просьбой ее запретить. С осуждением выступила и Русская Православная Церковь, усмотрев выставки якобы унижение человеческого достоинства. Депутат от «Единой России» Николай Земцов попросил проверить выставку по статье о надругательстве над телами умерших. После всех тех заявлений глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству провести проверку в отношении организаторов. Несмотря на претензии, исходящие от партий, профессиональных борцов за нравственность и Русской Православной Церкви, очередь на выставку выстраивается даже в будний день. У нас в гостях куратор и искусствовед Андрей Ерофеев. Добрый день, Андрей. Здрасте. Вы знаете, смотря этот сюжет, я не могу избавиться от счастья, что очередь как в Мавзолей. Вот в Мавзолей тоже раньше были такие очереди. Да. А я вот вспомнил... Есть отличия с Мавзолеем? Вы знаете, мне скорее воспоминания о первых выставках нонконформистов на Малой Грузинской. Помните, когда после известной бульдозерной выставки власть отступила и позволила на Малой Грузинской сделать такой выставочный зал в погребе. И вот там такие вот очереди выстраивались. Действительно, здесь тоже события, заслуживающие большое внимание, конечно. Почему эти протесты? То есть я понимаю, что эти протесты мы обсудим, и ясно, откуда они исходят. Исходят от Компартии, исходят от Православной Церкви, движения 40-40-ков, и в том числе, так сказать, дел по связям с общественностью, РПЦ высказался. Исходят от депутата Милонова. Естественно, так сказать, не мог он не отметиться в этом жанре. Ну, вы как считаете, это кощунство? Есть ли что-то в их, так сказать, обвинениях, в их инсинуациях? Это действительно осквернение, оскорбление? Ну, они употребляют часто выражение оскорбления чувств верующих. Да. Во-первых, да. Во-вторых, в их понятие вошло даже уже в юридический язык, документы. Мне вообще кажется, я, конечно, небольшой в этом эксперт, но все-таки какой-то опыт у меня взаимодействия с этой темой был. И мне кажется, что само понятие религиозные чувства довольно сомнительное понятие. Потому что есть чувства, допустим, нравственные, есть стыд, допустим, или сострадание. Есть чувства эстетические, есть, наконец, вера, которую я бы не называл чувством веру. Вера все-таки это знание. Прежде всего, я знаю, что Бог есть. Ведь так же все-таки Бог есть, значит, я знаю, что Бог есть, не то, что я чувствую. Понимаете? То есть, может быть, можно говорить о каком-то сочетании чувства и веры, но особенность веры заключается в том, что это знание, не требующее доказательств, да, фактически. То есть, оно как бы аксиоматическое. Аксиоматическое, да. И даже если кто-то существует какие-то, даже если кто-то предъявляет доказательства самое, как бы, очевидное отсутствие Бога, все равно это не поколеблит верующего человека, да. Вот. Но что происходит? Существует все-таки, особенно в церковно-религиозной практике, некие формы подтверждения веры, да. Одна из таких практик, которая связана с понятием, конечно, чудо, это практика манипулирования трупами, да. То есть, существует целый ряд миф, легенд и реально, как бы, обрядов, которые так или иначе показывают, что мертвы могут встать, оживить. Я понял. То есть, вы хотите сказать, что церковь, как бы, монопольно взяла, присвоила себе право на манипулирование телами после смерти. И вот сейчас, когда эти посмертные изображения людей, когда тела, грубо говоря, эксгумированы, препарированы, и, ну, не эксгумированы люди, так сказать, они сразу после смерти забальзамированы были, вот. Это возмущает церковь, как своего рода хранителя мертвых тел. Ну да, потому что это такая, как бы, религиозная практика, причем распространенная во всех религиях, как вы знаете, там, начиная с Египта, вот это мумифицирование, да, есть некий финансовый тоже инструмент, понимаете? Понятно. То есть, церковь, ну да, хотелось бы получить, взять на откуп тела, а тут какие-то, значит, тела незаконно вылезают. Интересный поворот. В чем смысл послания выставки «Мир и тело»? Рассуждает ее куратор Денис Горшков. Чаще всего мы слышим точку зрения тех людей, которые на самой выставке не были. Нужно сказать, что на выставку уже приходили в качестве обыкновенных зрителей те люди, которые имеют некий сан. Был батюшка. Его случайно поймала мимо проходящая съемочная группа, и он сказал, вы знаете, моя душа, душа любого человека, она покидает тело. Я для себя считаю, что мне это нужно посмотреть, потому что мне это интересно. В первую очередь, я человек. Для меня это интересно. Я по-прежнему так же люблю всех людей. Я по-прежнему считаю, что мое там мировоззрение жизненное, оно не изменилось. Но мне это интересно. Я же от этого не стал бы хуже. Мне кажется, что вот эта вот все-таки шумиха связана с тем, что все, что неизвестное, то, что появляется впервые, это всегда интересно. Когда-то осуждали тех женщин, которые носят юбку выше колена. В каждой стране мира существует экспертиза, которая дает возможность той или иной выставке выставляться. У нас этим занимается Роспотребнадзор. Роспотребнадзор провел специальную экспертизу перед началом выставки. Можно зайти на сайт Роспотребнадзора. И там написано их заключение, исходя из которого категория 12+. То есть дети старше 12 лет могут приходить на выставку самостоятельно. Дети до 12 лет могут приходить под контрольным родителям. Ведь родители считают, что им это не навредит. В Лос-Анджелесе действительно проходил экспертизу, но у них Байден, у нас другой человек. Это был Денис Горшков, куратор выставки «Мир и тело» на ВДНХ. Хорошо. С другой стороны зайдем. Вам как куратору, как искусствоведу, это искусство вообще, вот эта выставка? Нет, это, конечно, не искусство. Это родилось в практике предпросвещения, когда шательян или владелец замка устраивал у себя рядом с галереей художественной, но не в галерее, а как отдельное помещение. Собрание курьезов. С другой стороны была художественная галерея, была астрономия, астрономические какие-то. И рядом находилось собрание разного рода, не обязательно курьезов, кстати, а разного рода, знаете, это то, что сейчас близко к такому краеведческому музею. То есть местные материалы, камни какие-нибудь редкие ископаемые. Ну и, в общем, да, действительно, иногда часто баба с бородой, там, как у Петра. В Париже, например, существует вот такой огромный музей, где вот вы можете видеть подобные вещи. Экарше это называется, то есть человек как бы освежеванный, да? Значит, где вот такой экарше, встреча... Экарше это значит вот именно обескоженный прямой перевод. Вот в музее натуральной истории в Париже, вот он как бы как высшая точка эволюции стоит в огромной галерее эволюции, которая начинается там от моллюска, идет через монстров каких-то, и вот приходит к человеку, они все там такие экарше. Вы знаете, вы задали очень вот эту интересную парадигму, потому что я хочу развить, потому что когда я смотрю эту выставку, а я ее видел еще раньше в Нью-Йорке, там, в одном из европейских городов, мне прежде всего приходят в голову какие-то просвещенческие аналогии. То есть это вот такой здоровый интерес к человеческому телу. А давайте посмотрим, как это внутри все устроено. А вот нервы, а вот как они крепятся, так сказать, вот как сухожилия крепятся к мышцам. Мне кажется, что здесь это абсолютно такая просветительская вещь, и плюс она с очень сильным таким компонентом зожи, что ли, здоровый образ жизни. Вот посмотрите, как тело стареет, посмотрите, как можно, так сказать, это предотвратить. Вот легкие курильщики, вот легкие здорового человека. И изображены спортсмены, да, вот изображены хоккеисты, баскетболисты, футболисты, бьющие по мячу. Да, но вот тут как раз начинаются у меня претензии к этой выставке, потому что я, честно вам, могу сказать, что я эту выставку, в общем, считаю, профессионально неграмотно сделанной с точки зрения концепции и экспозиции, и того, и другого. Потому что, с одной стороны, удовлетворение этого любопытства научного, то есть, как бы, познания чейского тела, его элементов и так далее. С другой стороны, создание неких композиций сюжетных, иногда уместных, иногда неуместных, иногда неприличных. Мне кажется, что совсем это не искусство, а это удовлетворение другого, как бы, импульса человеческого, желания, влойеризма, да, все такое подглядывание. То есть, это форма, ну, такого вот удовлетворения своей сексуальности, вот с помощью вот такого вот, как бы, подглядывания за другим в той ситуации, когда этот другой, как бы, нам не позволил это делать, не разрешил, не выступил перед нами актером, а просто, как бы, не в курсе того, что он является сюжетом лицезрения вот какого-то постороннего человека. А вообще в искусстве есть запрет, есть табу на использование мертвого тела? Вот я думаю, на различные выставки, акционизм, ну, с животными это, так сказать, со свиньей там. Нет, табу такого, конечно, нету. Я вот вспоминаю, недавно была такая работа группы АЕС и Ф, когда они взяли в морги, как бы, на прокат трупы, ну, бомжей, в общем, людей, не имеющих каких-то, с ненайденными документами, неидентифицированными, и их облачили в самые роскошные одежды фирм моды. Вот такая реклама фирмы моды крупнейших на телах вот этих вот старух. Они их напомадили? Нет, они даже не напомадили. То есть они остались такие достаточно безобразные, да? Да, это видно, что вот это, как бы, реклама, вот реклама лучшего на худшем, да. Да, такая была работа, очень острая, и, в общем, это был такой удар по моде, потому что было очевидно, что мода рассчитана не на живого человека, а, скорее, на манекена, сделанного под моду. А когда его надеваешь на живого человека, причем там не... Идея-то была не в том, что они там безобразные, они просто там, ну, вот, уличные люди, вот, не самого как бы... А протестов не было против этой? Ну, нет, у нас, я не слышал про протесты, вот. Еще была интересная очень тема, запущенная Олегом Куликом, который попытался сделать человеческий вариант такого зоомузея. Говорит, вот мы ходим, смотрим на животных, как они там прыгают, бегают или у водопоя среди картин. Вот мы можем сделать такое же. И вот он сделал теннисистку, сделал Гагарина. Да, но это все-таки не голые люди, и не в разных тех ситуациях, интимных и приватных, в которых мы видим здесь, да. Тут вопрос еще в том заключается, что наша публика, вернее, как бы не только сегодняшняя, но вообще российская публика, она вообще мало приучена к тому, чтобы созерцать обнаженное тело, как предмет эстетического переживания, да, и чисто научного. То есть у нас, в принципе, тело, мы как бы с цивилизацией, с головами, но без тел. У нас вот попы, как бы, это одна голова и просто какой-то мешок. Но и, например, свадебный русский костюм, крестьянки, например, классический, это тоже мешок такой, понимаете, и одна голова, в кокошнике причем. Да, то есть, в принципе, красота женского и мужского тела во всех ее, как бы, во всех ее проговоренных прелестях, даже в словесном виде, существует в очень, как бы, урезанном характере, с очень-очень объединенным языком. То есть русская культура не телоцентрична. Абсолютно, да. Очень интересный момент, давайте на нем остановимся. И после короткой паузы спросим, как наш корреспондент, вернее, спросит у зрителей, посетителей этой выставки, как они относятся к такой репрезентации телесности. В принципе, понравилось все, но я думаю, то, что больше эта выставка интересна именно медработникам, которые в этом разбираются и понимают. Ну, так было интересно для общего развития. Интересно, поскольку это в комплексе позволяет как-то вот посмотреть на строение человека и на его вот какие-то... Мы обязательно порекомендуем молодежи своей сходить сюда. Вот, не так много по времени, но просто исключительная вещь. И пока она еще не закрылась. Я считаю, что она не оскорбляет, но это то, что видят медики, то, что есть на самом деле. Это естественность, состояние человеческого организма. Очень интересно выглядят манекены, прям очень классно. И репродуктивные органы, тоже очень хорошо показано. Выставка исключительно в ознакомительных целях создана и сделана максимально с грамотным подходом, ничего лишнего, ничего запрещенного. То есть, если люди адекватны, они к этому адекватно отнесутся, адекватно воспримут, я считаю. Художественное оформление очень на высоком уровне. Молодцы, они хорошо сделали. Пояснительные какие-то есть подписи, фотографии хорошие. Кроме того, там мы видели экскурсоводы, которые, в общем, неплохо и подробно, да, ну, на уровне для среднего. Мы врачи, поэтому нам... Но нам все равно было интересно. Ну, я не знаю, что там такого криминального, потому что это просто для человека, который хочет знать анатомию, и хочет знать, как он устроен. Тогда можно и донорство, в принципе, считать какими-то нравственными там заблуждениями, на мой счет. Я считаю, что это только развитие и, наоборот, информацию мы можем получать от таких выставок. Ну, смотрите, сколько народу, как в фавзолей выставить. Это каждый день. Мы стояли, наверное, минут сорок, чтобы попасть на нее. Не вижу ничего. То есть по всему миру эта выставка входит. И в России такое отношение к этому, скажем так, неадекватное со стороны некоторых, да, религиозных представителей. Я считаю, что это необоснованное обвинение. Я считаю, что человек должен знать вообще себя. Никакие нравственные ценности там ничего не врушаются. Там ничего не показывают страшного. То есть мы просто знаем себя и все. Ничего там такого запретного, я считаю, нет. Посетители выставки «Мир и тело» на ВДНХ в сюжете Антона Сергеенко. Ну вот, Андрей, мне кажется, что люди, которые здесь выступают, они уже все равно, они пришли. Раз они пришли и сороковой минутной очереди отстояли, то, конечно, интересно. Ну вот интересно, что ни одного отрицательного отзыва нет. Я думаю, что это не подобрано, что это действительно так. И критика идет от тех, кто ее не видел, кто знает полнослышки. Ах, ужас, ужас, мертвые тела. Тут есть страх перед несколькими вещами. Тут, между прочим, заметьте, что никто из посетителей не говорил о том, что перед ними лицом к лицу они столкнулись со смертью. Это же перед ними мертвецы. Это же не модели, понимаете? Это реальные люди. Это мертвецы. Для меня это, вы знаете, столкновение с жизнью. Что интересно, это показано, как устроена жизнь. Уже мертвец объективирован. Он когда-то был мертвецом. Ну какая нам разница? Он превратился в прах в гробу? Или она? Или сгорел? Сгорел в клематуре? Мне кажется, что это вы чувствуете. Вы чувствуете какую-то встречу со смертью здесь. Во-вторых, есть встреча с голым человеком. С голым. С голой обезьяной, так сказать. Человек, как голое существо, как предмет, который и пугает, и вдохновляет, и пробуждает какие-то страсти, которые церковь, допустим, не приветствует. Понимаете? То есть, это набор чего-то опасного, страшного, пугающего и неизученного. И вот это, мне кажется, отталкивает людей, которые просто боятся подойти к тому, чтобы посмотреть на нечто новое. И пускает его в сторону лицемерия и ханжества. Потому что, да, они к этому относятся как-то потребительски. Либо как-то этим торгуют, либо вот как-то этим пользуются. Да, им нужна голая женщина, но не для того, чтобы ей как бы публично любоваться и обсуждать публично красоту этой женщины. То есть, мы не часть греко-римской культуры, вот этой ауры, этой культуры, которая, собственно, началась с культа человеческого тела и с описания ее красоты. Причем язык описания – это не только язык слов, но это язык еще именно, язык визуально-пластический. Вот, где вы видите у нас таких скульпторов, например, которые способны были бы, да, или, скажем, в нашем искусстве. Много ли у нас ню? Да, есть какие-то смешные у нас, знаете, там, нелепые ню Кустодиев, там, Лиларионовские Венеры. И, понимаете, тут можно хихикать над этим. Есть у нас какие-то ню такие совершенно, что они даже и не ню, а непонятно вообще что. То ли мужчина, то ли женщина, понимаете, Ида Рубинштейна у Серова, например. Вообще какие-то просто… То есть художник как будто бы просто не видит, русский художник как будто бы просто не видит женщину. Это и в иконе, кстати сказать, чувствуется, что он просто не понимает, как бы мужчина у него все-таки на мужчину похож, но женщина совершенно не похожа. Ничего женственного нету. И это наша проблема. У нас как бы… Страх перед телом русской культуры. Страх перед женщиной, а не только перед ее телом. Клубок вот этих вещей, этих страхов, запретов, он и порождает вот такие нелепые действия, которые мы сейчас здесь обсуждаем. Но они вписываются в достаточно четкую тенденцию запретов и вот этого, так сказать, нарастающего триумфа мракобесия. Если мы проведем линию, ну и от Тангейзера начиная, затем вот это Джока Стерджеса, то, что было когда-то, так сказать, дети, не могут быть изображены в их, так сказать, пробуждающейся сексуальности. Даже не дети, а подростки, да, скорее. Да. Теперь вот здесь. Да, еще, вы знаете, мне кажется, что мы находимся под давлением не только наступающего ханжества бастрекинского, но под давлением наступающей такого мракобесия восточного, азиатского, мусульманского. Потому что ему, а очень агрессивному, ну, я имею в виду там право, вот право мусульманские тенденции, они очень агрессивны и они вновь вводят эти запреты, как мы знаем. Ну, те же самые запреты на тело, да, закрытие хиджабы, никабы. Да, европейская культура, европейские институции культурные готовы этому противостоять. Ну, например, как только начались, вот, появились запреты, не просто запреты, но стали закрывать выставки, изгонять из Ирана художников, которые обращаются к телу, то сразу, например, вот во Франции французский институт арабской культуры ответил большой выставкой, обнаженной в исламе. Показав, что, оказывается, совершенно неверно утверждают исламисты, что там не было никаких ню, нет, там было достаточно, предостаточно, и в разных вариантах, в изображении. Ну, арабская гравюра есть очень такая, достаточно пикантная. Да, то есть, и это сделал бывший министр культуры, вот, такую выставку, выступил куратором, то есть, он просто, он, как бы, вот, понимаете, это был такой жест, как бы, противодействия, вот, тем тенденциям. Да, речь идет не об исламе, наверное, об исламизме, да, о таком фундаментализме, радикальном исламе, который, так сказать, хочет запретить показ тела. Да, а у нас, получается так, что мы не готовы сопротивляться, понимаете, у нас они готовы ложиться. Вот то, что написал Уэльбек, вот, роман «Сумиссион», подчинение, покорность, что перевод из слова «Ислам», он означает «покорность». Да, да, то есть, где именно он показал, как к власти постепенно, ползучим образом, приходят исламисты, вот, именно из-за того, что каждый уступает, уступает, и есть эти бесконечные, как бы, уступки, которые превращаются в итоге в предательство собственной культуры, так и здесь, вот. В этом смысле, в каком-то смысле, такой, один из линий вот этой вот борьбы за репрезентацию тела. Да, вот, например, Третьяковка повезла недавно, я слышал выставку по Эмиратам, и там, значит, вот они сказали, никаких обнаженных, ну, и Третьяковка сняла обнаженных, как бы, извините, тогда мы не будем. Вот, интересно, как Лувр поступит, который там сейчас открывает. Это напоминает, как реклама у Икеи была для Саудовской Аравии, когда у Икеи была реклама какого-то там кухни, и там было папа, мама и, так сказать, и сын, который радуется новой ванной. И мама чудесным образом исчезла из этой одной и той же фотографии, ее отфотошопили, отретушировали на рекламе для Саудовской Аравии. Ну что ж, интересно, мне кажется, что вот на этом можно, пожалуй, заострить, то, что действительно здесь, на этой выставке, и протест против этой выставки, она может нравиться, она может не нравиться. Можно видеть в этом порнографию, можно видеть в этом, так сказать, издевательство над телами, можно, наоборот, в этом видеть некой новый фронтир искусства, или в любом случае некую просвещенческую интенцию, то, что как интересно, какое чудо природы человек, да, what a piece of work is meant, как сказал однажды Шекспир. Так что я думаю, что выход один, идите и смотрите, решайте для себя, что это такое, идите и смотрите, пока не закрыли выставку. А это программа «Археология. Будущее». Меня зовут Сергей Медведев, в гостях у нас был Андрей Ерофеев. Оставайтесь с нами, телеканал «Настоящее время» и «Радио Свобода».